Друзья, я вас приветствую на канале о Сложном Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня у нас 44 серия вопросов и ответов. Вы задаете вопросы, я пытаюсь на них ответить. Опять же, надо сказать, что это мое личное мнение. Исходя из опыта, который начитывает уже более 26 лет разработки. Вы спрашиваете, я отвечаю. Давайте посмотрим, какие у нас сегодня вопросы. Их сегодня 4 плюс 2 – 6. Давайте начинать. Перед тем, как начать, я вас прошу подписаться на канал, поставить лайк, может быть написать комментарий. Также комментарии можно в группе ВКонтакте. Нет, ВКонтакте у нас нет, в Телеграме. И, собственно говоря, на сайте колобонка.нет. Это мой блог. Там есть форма обратной связи. Пишите вопросы. Если вдруг нет открытых факов. Ну, в общем, вы меня поняли. Все, давайте переключаться и начинать. Итак, первый вопрос на сегодня. Номер 192. И звучит он следующим образом. Передача Trace ID и Link correlation ID между сервисами наиспадут NetCore. Как, примерно, будет выглядеть некая настройка, если какие-то сервисы общаются между собой по GPC, а другие по HTTP? Ну, смотрите, настройка для каждого из протоколов. Сюда можно включить еще и, допустим, MindCoupé протокол, через который общается RevitMQ, например. Они сугубо связаны с тем, что для каждого протокола свои способы сервизации и десервизации данных. То есть, если в одном месте выстреливается сообщение, в другом получается, где-то вы должны какую-то настройку задать, а в другом месте где-то ее развернуть. Собственно, если вы связываете между собой несколько сервисов, то для каждого из протоколов у вас должна быть своя собственная настройка. Например, для использования HTTP можно использовать Header, закидывать туда тот самый Trace ID. Для GPC можно как в телесообщение, так и надстройка в раппер какой-нибудь на сериализатор ваших данных. В общем-то, на самом деле, разные варианты существуют. Если говорить про NQP, то, допустим, через MasterNZ там вообще это свойство указывается как отдельный параметр для передачи сообщений. В общем, для каждого из протоколов существуют свои собственные настройки и ваша задача как разработчика как раз получить эту настройку из одного протокола и запихнуть ее в другой. Это можно сделать в автоматическом режиме, то есть какими-то макерами, в конце концов. Ну и, собственно говоря, так и в ручном режиме, когда вы передаете, получая из одного сообщения, запихиваете в другой. С точки зрения банальной эрудиции склеивать протоколы последовательно HTTP, GPC и, например, другие купе особого смысла нет. Это слишком сложный вариант, причем влияющий еще на производительность, но мы об этом поговорим чуть позже. Итак, вопрос номер 193. Что выбрать, Kubernetes или Docker? Ну, на самом деле, друзья, это как выбирать между мягким и теплым. Собственно говоря, Docker выполняет одни функции, Kubernetes другие. Если говорить конкретно, то Docker это штука, которая может, опять же скажу очень абстрактно, хранить имиджи ваших приложений, ваших настроек, ваших environment, если хотите, и может поднимать их в контейнере. А Kubernetes это то, что может управлять этими контейнерами, то есть оркестрировать. То есть Kubernetes это оркестратор, который может в зависимости от нагрузки вашего приложения, то есть увеличилось количество пользователей, добавить какое-то количество этих самых контейнеров в активный режим. То есть загрузить их, запустить. Ну и если наоборот, нагрузка уменьшилась, уменьшить количество контейнеров. Если один сломался, то поднять другой. То есть Kubernetes это оркестратор, а Docker это, собственно говоря, такое хранилище. Ну вот Docker соответствует этому названию. Docker это такая большая станция, которая может и хранить контейнеры, и хранить имиджи для создания контейнеров, ну и в общем-то есть там еще некоторые такие настройки. Docker Swarm, например, который позволяет какой-то функционал от Kubernetes реализовать на базе вот этого Docker. Но это уже нюансы. Итак, что выбрать? Docker это первая стадия, когда вы создали имидж и запустили из этого имиджа контейнера. Kubernetes это оркестратор, то есть управлятор, если хотите, вот этими самыми контейнерами, которые уже на пройде могут работать по-разному. Поехали в следующий вопрос. Когда стоит переходить с Docker Swarm на Kubernetes? Ну это на самом деле хороший вопрос. В какой-то момент Docker Swarm, ну это очень похожая штука на Kubernetes и ее немножко обрезанный функционал. И на самом деле, ну я вам не могу наверное честно и точно ответить на этот вопрос, потому что за меня этот вопрос обычно решают девопсы, когда не хватает управляемости Docker Swarm, хотя в последнее время скакал в общем вперед и множество функций из Kubernetes дотянул на себя, если так можно выразиться. Но смотрите, в какой-то момент пришли девопсы, уважаемые люди, которые, вы специалисты на своем деле, сказали, что нам нужен Kubernetes и в общем-то у меня не было аргументов сказать, да, нужен или нет, не нужен, потому что это на стороне девопса, который управляет, который конфигурирует этот CICD и в конце концов работу приложения в целом, начиная там от балансировки и заканчивая ну в общем-то той самой оркестрацией. Мне сложно ответить на вопрос, потому что я не владею информацией, но тем не менее, еще раз скажу, Kubernetes это более мощная штука, в отличие от Docker Swarm, и надо сказать, она управляется немножко по-другому, то есть через специальные конфигурации, которые можно хранить, например, в ГИТе, а Swarm она такая более упрощенный вариант, хотя в последнее время она практически догнала по функциональности Kubernetes, но есть и альтернативы Kubernetes и .NET в том числе идет в ту же сторону, чтобы без всяких Docker файлов создавать имиджи и запускать их, так что можно обратить внимание и на эту штуку в том числе. Вопрос номер 195. Как правильно организовать добавление сервисами своих ролей на сервер и назначать эти роли на пользователей, чтобы один сервис не мог создавать роли для другого сервиса? Ну, смотрите, давайте по порядку. Я так понимаю, что есть какая-то сервисная или микросервисная сервисная архитектура, где один из сервисов является авторизейшн сервера и что-то нужно назначать. Ну, смотрите, назначать роли должны не сервисы, а пользователи сервисы теоретически должны предоставлять список возможных ролей, которые они будут обслуживать, то есть которые есть, например, в их контроллерах. И если отвечать по порядку на первую часть, один сервис не мог создавать роли для другого сервиса, я на самом деле не очень понимаю, о чем идет речь, но если предположить, что это не создавать, а чтобы один сервис не мог, чтобы пользователь с ролями от одного сервиса не мог использовать роли на другом сервисе, ну, соответственно, обычно мне спрашивают, как сделать, чтобы и туда мог и туда ходить. Ну, ладно, здесь, если вы создали роли какие-то, ну, или, наверное, permission, наверное, или клаймы, и в рояле не играют, то наличие этих разрешений у пользователя от одного сервиса и отсутствия другого, соответственно, впустят его в сервис, от которого роли есть, ну, или permission, и не впустят, от которого нет. А вторая часть вопроса, чтобы при запросе токена для доступа к нужному сервису получать, роли предназначены только этому сервису. Вот тут, на самом деле, интересная штука. Смотрите, если говорить про спецификации ООС 2.0, вернее, уже 2.1, она скоро поменяется, то такое понятие, как роли, оно немножко устарело. Есть такое понимание, которое называется Climbs, и это включено в Microsoft Identity, в том числе для SP.NET Core. И вот эти вот роли, они как бы эмулируются вот этими клаймами. То есть теоретически разбивка по доступу, она более гранулярная, ну, можно такой верхний уровень его роли озвучить. Итак, отвечаю на вопрос. Чтобы при запросе токена для доступа к нужному сервису получать роли, признать только для этого сервиса. Когда вы зайдете на сервис авторизации, чтобы авторизоваться, то есть ввести логин, пароль, система должна вам, вот в эти вот Climbs, ваш токен, завернуть разрешения, которые будут выданы на конкретный сервис. Это делается так называемым скопом, да, то есть можно этот скоп натянуть на несколько сервисов, можно на какой-то контроллер одного сервиса, то есть область применения разрешения, она варьируется. И, соответственно, если у вас каждый сервер, в который участвует каждый сервис, если, наверное, так правильно сказать будет, в вашей микросервисной архитектуре, у него есть определенные контроллеры, определенные методы, доступ к каждому из них декларируется первоначально на уровне старта, да, то есть вы когда определили, что вот есть контроллер, он, допустим, контроллер профайл, у него есть там get profile, и туда может только авторизованный пользователь зайти, ну, например, все. И таким образом вы можете, задача, на самом деле, другая, да, то есть у каждого серверса есть свои роли, которые там в виде атрибутов стоят над каждым методом или над каждым контроллером. Задача авторизейшн сервера собрать со всех сервисов вот эти самые разрешения. И при формировании вот этого токена нужно, чтобы у пользователя, если у него на авторизейшн сервере стоит роль, которая называется там, я не знаю, notification сервис разрешения, то IPTT сервер или OpenIDDict должны сформировать токен, в котором будут включены вот эти пермишены для этого сервиса. То есть, еще раз, все сервисы имеют изначально при написании кода какие-то роли и какие-то разрешения, пермишены, если хотите. Задача авторизейшн сервера собрать каким-то образом, не знаю, решайте сами как, вот эти вот разрешения, ну, например, там при старте, при перезапуске, неважно, или там в фоновом режиме, неважно. Ну, у Identity сервера или OpenIDD сервера при выдаче токена должен быть какое-то сопоставление пользователя с его разрешениями, и при этом сопоставления должны и генерироваться вот эти токены, которые будут выдаваться. Токен по умолчанию живет 60 минут, и если в какой-то момент, собственно говоря, у пользователя окончается действие этого токена, то он переполучает его. Опять же, там есть через refresh, есть через redirect, неважно. Ну, суть сводится к тому, что немножко не так в вопросе стоит информация, то есть Identity сервер или OpenIDD сервер, они при выдаче токена обращаются к какой-то базе данных, например, есть сопоставление, и на основании сопоставления выдают только те, которые есть на том самом сервере, куда пользователю можно идти. Ну, надеюсь, что ответил, напишитесь в комментариях, было ли понятно. Так, вопрос номер 196. Как лучше собирать логи с микросервисов? Ну, давайте по порядку. Как лучше собирать? На самом деле, есть несколько вариантов. Есть разные системы, например, ELK, где набор технологий собраны в кучу, в том числе и по сбору логов и по визуализации, по поиску по ним. Есть другие, на самом деле, варианты. Можно логи собирать через Kafka, то есть Kafka работает очень быстро, до 2 млн. операций в секунду. Оперейшнл, так называемый оперейшнл, это как раз и есть. Ну, что-то вроде логов, то есть маленькие, но много. И поэтому каждый сервис может через специальные конверторы, в iLogger, например, закидывать какой-то лог, а тот через коннекторы может отправлять это в Kafka. И, в общем-то, Kafka является журналом историческим, поэтому там отлично они будут лежать. Собирать логи, ну, на самом деле, нужно понимать, что есть такое понятие, как sensitive data, то есть важная дата, которую нельзя потерять. Это, например, в транзакциях каких-то бизнес-процессах. А есть логи, ну, если вы какие-то потеряете, то это как бы такая невелика проблема, соберете еще раз. Ну, опять же, собирать можно логи по-разному. Все зависит от того, что в вашей микросервисной системе планируется быть от Kafka до iLogger. Ну, в общем-то, и других сервисов есть. Есть специальные базы данных, которые распределенно могут собирать. Ну, как лучше. Смотрите, все логи так или иначе вам нужно будет потом как-то искать, визуализировать. Я отдаю предпочтение iLogger стеку, в котором это все собрано в одну кучу. Более того, для этого iLogger есть куча так называемых трансформеров, то есть надстройки на логгеры, которые могут в автоматическом режиме и специальным образом разбрасывать логи в эти iLogger стеку. Так, от какого количества пользователей смысл переходить от Monolith к микросервисам? Это, на самом деле, вопрос такой философский, если можно выразиться. Четко я понимаю, что у автора этого вопроса есть понимание, что Monolith и микросервисы — это, собственно говоря, две стадии. Да, если Monolith — это первая стадия, когда он не вывозит в переходе к микросервисам, это хорошо, это правильно, потому что микросервисы много сложнее, чем Monolith. Много больше кода придется написать, много больше придется делать инфраструктурных изменений. И суть сводится к тому, что Monolith — это такая штука, которая публикуется одним большим куском. И вот как только появляется сложность при публикации или редкость при публикации, то есть чем хорошо Monolith быстренько опубликовал и все заработало. И когда вы начинаете какую-то фичу новую, какой-то новый функционал долго-долго вести до прода, то есть до конечного потребителя, в этом теряется гибкость, теряется скорость. И вот как только вот это начинает, ну, в какой-то мере, да, тут нужно притерять вам, то есть раньше вы выпускали релиз за 7 минут, а теперь за 4 дня или там за месяц. Но вот нужно разбивать на части вот этот Monolith и публиковать частями. Это, собственно говоря, одна из самых фишечек микросервисов, которые она дает. То есть вы можете публиковать части приложения, части системы в разное время, не ломая предыдущие. И вот как только у вас понимание, что долго Monolith публикуется, долго выводятся фичи на прод, вот отсюда нужно начинать смотреть, что пора уже посмотреть. То есть еще раз, переход просто так от Monolith к микросервисам это неправильно. Вы потеряете производительность, вы потеряете, в общем, потеряете как минимум время. То есть переход к микросервисам это решение какой-то боли. Одна из этих болей это как раз долгая и неповоротливая жизнь Monolith. Ну вот как-то вот так. Как лучше собирать метрики сервисов? На самом деле сейчас появился стандарт, ну как сейчас, достаточно давно уже появился стандарт, который OpenMetrics или по-моему как-то так он называется, честно говоря, еще до конца с ним глубоко не знакомился. Но есть, в общем, гиганты, например, Microsoft Application Insight и так или иначе началась разработка вот этого стандарта и лучше, конечно, поддерживаться его, потому что многие сборки его поддерживают и я настоятельно рекомендую обратить на это внимание, потому что писать свой велосипед это себе дороже. Какую литературу порекомендуете для начинающих по микросервисам? Ну смотрите, есть хороший сайт, называется MyMicroServices.io и вот начинать лучше с него. И второй вариант есть, я ссылки добавлю в описании, есть еще штука, которая называется Cloud Design, это на сайте Microsoft а там собраны так или иначе почти все паттерны, которые используются при написании микросервисных архитектур, при написании микросервисов. Просто для понимания того, что это непросто, нужно ознакомиться вот с этими паттернами, которые вам так или иначе придется реализовать, потому что они решают определенные боли, определенные штуки, которые могут так или иначе вас либо пнуть вперед по части нового функционала, либо остановить, пока вы не реализуете там, я не знаю, от ретраев и заканчивая каким-нибудь там, неважно. В общем, я спинул в описании. Номер 197. Когда лучше использовать gRPC вместо очередей? Например, у вас транзит плюс реддит можно синхронно дожидаться ответа, но при этом не будет в прямой зависимости от другого микросервиса. Зачем тогда gRPC? Того первой производительности. Смотрите, ну, хороший на самом деле вопрос и суть сводится к тому, что изначально, когда вы планируете свою микросервисную архитектуру, вы заделываете на будущее определенный функционал, то есть вы определяете, что должна нести ваша микросервисная архитектура, какие задачи выполнять. И если у вас какая-то бизнес, там, я не знаю, среда, я не знаю, доставка грузов или еще что-то такое, вам скорость не нужна. Да, gRPC – это производительность в первую очередь и, наверное, даже нет. gRPC – это протокол first, так называемый. То есть вы сначала определяете протокол, а потом его на разных микросервисах реализуете. То есть MassTransit, RabbitMQ – это не только очередь, это и принцип архитектуры, например, event sourcing. В общем, здесь, смотрите, MassTransit плюс Reddit – это очередь, а очередь – это другая архитектура. gRPC – это связь напрямую и в какой-то момент существует вероятность, что вы просто заблудитесь в своих запросах, в какую сторону идут gRPC. В общем, нужно за этим четко следить. Особенно, если вы будете смешивать эти два подхода, это будет, на самом деле, непросто определиться, пошла у вас сообщение через gRPC или через очередь, и, собственно говоря, дошла, не дошла, вам нужно где-то есть код и смотреть, как вы конкретные очереди передаете. Подытожим. gRPC – это не только производительность, это еще и другой принцип разработки приложения. Обычно это микросервисы, которые сделаны на разных языках, что позволяет делать протокол gRPC, когда вы описываете сначала файл обмена данными, ну, то есть прото, так называемый. Вот. И реализация можно на разных сервисах. Ну и второй, да, это gRPC, это производительность, это бинарная дата, которая может напрямую взаимодействовать с вашими сервисами. MassTransit и BitMQ – это очередь, и на самом деле и очередь, вы правильно написали, что может быть и синхронной, и асинхронной. Ну, в общем, смотрите, смешивать две архитектуры не особо хороший вариант. Ну, теоретически, я видел в одной реализации, когда использовалась и очередь, а на другом модуле, на другой части этой небольшой системы использовался gRPC, они дружат, но в параллели на самом деле. В общем, наверное, да, наверное, поехали дальше. Ой, все закончилось. Я тогда с вами прощаюсь. Напишите в комментариях, насколько полезны были ответы, ответил ли я вообще на ваши вопросы. И вам всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok